разум вот намек на разум человека если вся материя отталкивается тогда почему в крутильных весах шары притягиваются справочно шары не притягиваются а приближаются в крутильных весах приближаются вот вы видите что они приближаются и дальше вы с помощью мозга же можете вычислить при толкнулись они или при тянулись вы видите вы то что они приближаются поэтому сразу декларируя так без без оснований бессмысленно пока тёщику чем ближе отталкивающиеся тела тем сильнее должно быть отталкивание мы наблюдаем обратное шары притягиваются честно и отталкивание нарастает ну и приталкивание увеличится во вселенском ковре расталкивает тела от себя если мы перейдем математическую модель и заполнить давайте перейдем математическую давайте стоп давайте в этом месте оставьте придем от и мать и пожалуйста вы просили вам сказать я вам рассказываю хорошо давайте если мы заполним вселенную дробью аналог математической модели то любое тело например земля растолкнет другие тела растолкнет эту дробь получится полость любое яблоко падающая на землю данной системе будет иметь уже неравномерное распределение масс относительно своего центра то есть относительно центра если мы проведем через центр яблоко через центр земли линию системе отчета связано с яблоком нас будет неравномерное распределение масс и будет какая-то доля внешнего контра вот этой вот дроби которая будет приталкивать да еще очень активно и началось противодействие со стороны нелепых был просто ведутся на теорию кидаются на меня лично публикуют там статьи по интернету одно второе третье большой вектор почему-то захода с украины вот сопротивление этого идет вот это все когда началось противодействие такое активно мы на одну ступеньку больше поднялись потому что ну здесь исследуя принципу ганди сначала они тебя не замечают потом смеются над тобой затем борются с тобой а потом ты побеждаешь вот все эти стадии мы прошли сейчас у нас вот это обострение борьбы но она весенняя весна же пришла да из них посыпалась вот любую придурь любую придурь они мечут а потом ты побеждаешь ребята мы их постепенно постепенно делаем желание дать в морду то есть критика научных материалов добралась до желания ждать в морду ну ребята дело такое как бы не очень перспективное дело дать в морду если кого интересует вот такие желающие дать в морду имею большой опыт рукопашного боя в реальных условиях многолетний 90 до 90-х после 90-х массовые драки масса это там 100 человек 150 человек да битвы в кубриках на морском флоте этнические драки это когда против тебя там определенное количество людей объединенных определенными устремлениями поэтому как бы желание дать морду так как таракан ползет а давайте вон тому морду набьем а вдруг он нам а нам-то за что не рекомендую в общем так в двух словах развлекаться григорий здравствуйте верно ли утверждение что галактики плоские из-за внешнего давления энергоэффективность если телескоп фотографирует глубоком космосе плоскую галактику значит ли это что вокруг этой далекой галактики существует соответствующее внешнее давление будет ли это доказывать несостоятельность большого взрыва вот замечательный подметил момент товарищ григорий действительно у нас форма галактики сплющена она не не хаотичным образом образовалась для такой формы нужно внешнее давление от других объектов да то есть то есть если вы на периферии якобы вот в удалении на самом-то краю вселенной вашей вот вы отрицаете да бесконечную вселенную да и дофутались до какого-то там участка в вашем представлении это край вселенной но вы там видите не шарик галактику округ плоскую галактику то все это значит не край вселенной вы не видите край вселенной а ну прод продолжается вот этого азерийского алексея удивление котюшек говорит вот пруф что при отклонении тела в системе возникают силы то есть гуру считает что при отклонении тела она все еще находится в состоянии равновесия вот писать математик кандидат физико-математических наук говорит такие вещи то есть как он сдал теоретическое минимум как он вышел на защиту своей кандидатской диссертации это вообще непонятно вот просто должны были выпулить оттуда человек не понимает и ты таких элементарных вещей при отклонении тела она продолжает находиться в состоянии равновесия если она находится в устойчивом равновесии данном случае системе возникают силы возвращающие тело состоянии равновесия это азы это элементарно вы против этого спорите вы спорите с учебником физики вы спорите с нашей цивилизации которая дала такое определение равновесию и кидаетесь на меня вы слабоумные алексей азерийский кандидат физико-математических наук вы профессиональное ничтожество спрячьтесь и не попадайтесь не больше выкиньте свою диссертацию вы не к ней не должны были никогда быть допущены это полная не физическая непригодность далее он же у лобачевского нет геодезически у него прямые просто у него 5 постулат другой геодезически я не знаю кто вел либо риман либо кто-то еще уже после него у лобачевского есть неопределенность в плане прямых в результате вот этой всей слабоумной копошиловки в результате у него кривоугольники получаются нету плу когда прямая подменяется кривой плоских подменяется поверхность в результате под получается псевдо геометрия это не научная ерунда это слабоумное копошение с нарушением законов логики вот когда у вас одновременно нарушается первый закон логики для двух объектов для кривой и для прямой для прямой это кривой нарушается первый закон логики то это все это продукт перестает быть научным если вы выбрали прямую то все не забывайте ваш объект это прямая она не изгибаемая ровная а если ваша ровная прямая таких их и правил то это уже не прямая это кривая и свойства ее определяет не пространство вот это очень важный момент и когда думают что пространство определяет геометрия прямой или кривой геометрию прямой или кривой определяет Это определение, дефиниция, которую вы сами задали. Вот вы выбрали объект, являющийся прямым. У вас есть память, да? Вот если у вас в голове все в порядке, да, вы помните такой. Я выбрал прямую, я выбрал прямую. Объект, который я выбрал прямую, прямой. А если вы там головку стряхнули, там об уголок стукнулись, да, и забыли, и она у вас погнулась, то это проблема вашего здоровья, это не проблема геометрии, не проблема пространства. Пока что не установлена связь Земли и других тел. Подобные связи между телами не установлены. Это только электростатика и магнетизм, и все. Ну это вот просто тезисы, за которые стыдно, да? Вот технически не может быть такого, что наша Вселенная без связей, только какие-то достаточно магнитные, там электромагнитные, еще какие-нибудь. Когда нет гравитационной связи между материей и Вселенной, мы не имеем нашего мира, вот просто. Ничего того, что мы наблюдаем, невозможно. Поэтому думайте, что пишите, вот хотя бы тезисы. Если материя не имеет массу, то это не материя. Андрей Абаба. Подошло бы так, если вещество не имеет массу, то это не вещество. А примитивно ко всей материи мы ваш тезис не можем применять. Потому что у нас есть такая материя, как поле. Оно не имеет массы. Такой вот парадокс. И это связано не с нашими хотелками, не с желаниями, а с определением. Вот мы определяемое понятие, когда вводим, да? Определение понятий. Не определяемое понятие, а определение понятий. Мы договариваемся, что мы будем считать материи. Мы договорились, материя – это все то, что расположено в пространстве и имеет какие-то физические свойства. Вот. У нас поле расположено в пространстве и имеет физические свойства, да? Значит, это материя. Массы не имеют. У вас тезис ошибочный. Повнимательнее. Инженер 2013. Ну вот. На десятой минутке уважаемый котючек выдал критику в мой адрес. Поле является материей. В качестве примера котючек приводит магнитный шарик. Такое взаимодействие происходит при помощи магнитного поля. Как говорит молодежь, ржу не могу. Согласно физического словаря, в поле – это особый вид материи. Теперь считаем южные и северные полюса магнита. Два вида магнитного поля севера и юга явно отличаются. И это два вида материи – положительные и отрицательные. Электрические поля – еще два вида материи. Гравитационное поле – еще один вид материи. В сумме получается пять особых видов материи. А еще есть глюнные поля, кварки, хиксы. Где хорошенько сосредоточиться, то дело идет далеко за десятку особых видов материи. В связи с этим разнообразием возникает вопрос, откуда столько видов материи намотали соленоид вокруг. Ну, короче, дальше еще много текста. Мысли скачут как бы бы и на поведках. Смысл тот. Поле – это один вид материи. Вот поле можно классифицировать, как-то разделять. Вот один вид материи поля. И вообще это одно базовое гравитационное поле, а все остальное – это эффекты на этом поле. Это вот реальность. По-другому теоретически невозможно. В учебниках пишут не так. Но учебники не всегда корректны. Я, возможно, ошибаюсь. Просто зачем он разделил все поля, магнитное, гравитационное, электрическое, природное, все дела, на разные виды материи, особой материи? По классификации поле – частицы, вещество. А он поле… У него просто поле одно – это одна материя, поле другое – это другая материя? Это проблема не физика, это проблема систематизации. Ну, как бы… Причем систематизация по-хорошему… По-моему, это он ее придумал. Да, да, да. Человеку объяснить, вот у нас есть отдельный ролик по материи. Материя называется. Там вещество, частицы поля – все подробно объяснено. У нас эти материалы есть. Продолжение следует... Цель б Thanksgiving... Играет музыка... Летает музыка... Тережка Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова